Поэтому благодарим Тебя, Бог Отец, что мы можем во всякое время молиться в Духе, благодарить Тебя, возносить имя Твое, превозносить превыше всякого имени. Ибо Ты искупил нас, избрал нас, благословил нас всеми Твоими благословениями, благодаря спасительной крови Сына Твоего Иисуса Христа, благодаря Его жертве умилостивления. Мы благодарны Тебе, Бог Отец, за те великие планы, которые Ты имеешь для Украины, для нас, для всех верующих, в имя Твое святое. Мы благодарны Тебе, Отче, за Твое призвание, Твое предназначение на жизни нашей, за все Твои великие планы, за то, что мы верим, Ты будешь использовать нас, как Твои сосуды, избранные, предназначенные для великих задач, для великих достижений в это последнее время. Господи, дай нам мудрость, дай нам мудрость ходить в святости, и дай нам мудрость ходить в абсолютном послушании Тебе. Отверзни наши уши к слышанию Слова. Отверзни наши уши к слышанию Слова не только Рэма, а также к слышанию голоса Духа Святого, для того, чтобы быть постоянным, постоянно вводимым Духом Святым, находиться в постоянном общении с Тобой, Господи, чтобы мы всегда поклонялись Тебе в Духе Истине, Господи. Благослови сегодняшний день, сегодняшнее занятие каждого студента, жаждущего, принимающего Слово Твое, чтобы они были наполнены этим Словом, Господи, чтобы они исполнялись Духом Святым, Господи, чтобы они ходили не только в мире, в шаломе, но ходили и в радости Твоей, в любви, Господь, ходили в святости путями Твоими, путями, как говорил апостол Павел, в истине ходили, и апостол Иоанн ходили, чтобы они в истине, в истине, в истине. Господи, я благословляю каждого слушающего студента, благословляю сегодняшний весь день, Господи, чтобы это было все во славу имени Твое. И всегда молюсь Тебе, Отец, во имя Сына Твоего Единородного, Ишуа Хамашиев. И все, кто верует, скажите Аминь. Я рад за сегодняшний прекраснейший день. Вчера я имел много записей, но вечером, когда вечером готовился к сегодняшним занятиям, вспомнил, что нужно вам обязательно дать еще буквально два-три стиха, которые являются очень важными, я бы сказал, ключевыми стихами к пониманию, что есть Царство Небесное, которое, как говорит оригинал, подвергается насилию. Вот представьте себе, люди, когда читают эти стихи, и читают в одном переводе, в другом переводе, в синодальном, в новом переводе, в переводе даже Дэвида Стерна, я прочитаю вам, как в переводе Дэвида Стерна звучит Евангелие от Матфея, 11 глава, 12 стих. Вот 11 стих, с 11 стиха начну читать. «Да, говорю вам, что из рожденных женщинами не было более великого, чем Еханан погружающий, то есть Иоанн Креститель. Но все же наименьшее Царствие Небес больше Его». Кстати, там Царство не небесное, непрелагательное, там Царство Небес как существительное в оригинале. «Больше Его. Со времени Еханана погружающего» – это 12 стих, то, о чем мы говорили вчера. «Со времени Еханана погружающего и до настоящего момента Царство Небес подвергается насилию. Да, сильные пытаются похитить Его». Или восхитить, похитить Его. То есть смысловой перевод, идиоматический, абсолютно правильный. Потому что я вам раскрывал значение слова «похитить», «восхитить», «захватить». И представьте себе такую картину. Вот, например, я нарисовал. Это условное. Вот это вот, к примеру, Царство Божье, Царство Небес. Царство Небес, которое пытаются люди, люди, которые не покаялись искренне, не принесли плода, пытаются войти в Него, захватить Его. С позиции наблюдателя, вот они атакуют это Царство, да, пытаются захватить Его. И этот момент, как я говорил, момент захвата, в оригинале текста, он имеет такую форму глагола, когда это было вчера, сегодня, и будет в будущем. Они пытаются захватывать Его, пытаются захватить Его. Они атакуют Его. Они восхищают Его, как написано в Синдалене. Но они не... Это не аурист, это не совершенная форма глагола, когда они уже сделали Его, когда истость, они захватили Его, то есть они уже очутились там. Нет. Это идет речь об атаке. Со стороны наблюдателя, вот эти люди атакуют. Со стороны вот этих людей, которые находятся в Царстве, потому что Он сказал, что Царство Божье внутри вас есть. Со стороны этих людей, представьте себе, эти люди что делают? Захватывают. Они атакуют их. То есть они, находящиеся там, подвергаются этому захвату. Вот они же там находятся внутри. Со стороны этих людей идет насилие по отношению к ним. Захват, взятие, штурм, как бы, понимаете? И это смотрит и думает, да, этим ребятам тоже непросто. Ведь они-то имеют это Царство внутри нас, которое Иисус говорил. И это давление, которое оказывается на них, этот захват, этот штурм, это, говорит, то есть они подвергаются чему? Насилию. Но, что интересно, вот смотрите, какой интересный стих. Лука, 22 глава, 29 стих. Иисус говорит, «Я завещаю вам, как завещал мне Отец мой, Царство». Ага. «Я завещаю вам». То есть Царство переходит согласно им, ученикам, последователям, согласно завету, завещанию. Штука завещания, приводил вам пример. Если кто-то получил наследство большое из-за границы, документы, все, ему не надо штурмовать, не надо приезжать с людьми на БМВ и скажи, «Давай мне, давай мне то, что принадлежит мне, вот мое наследие, вот документы, все». Нет, нет, нет. Он просто оформляет, вступает в наследство, вступает в завещание, это, которое мы оставили согласно завещанию. Богодядя, к примеру, оставил там где-то что-то там, замок целый. Ну, он только прийти в форме документа и вступит в наследство этим замком. Поэтому Иисус и говорит, «Как завещал мне Отец, так и я завещаю вам что?» Запитаете ли царство. Или возьмите стих 12 глава 32 стих. Написано в Евангелии от Луки, 12 глава 32 стих. «Не бойся, малое стадо». Восклицательный знак. «Ибо Отец ваш благоволил». Что благоволил он? Дать. Дать вам царство. Его не надо брать силой. Его нужно принять, потому что он дает. Если кто-то кому-то что-то дает, налил чашечку сока, говорит, пожалуйста, выпей, я даю тебе. Ему не надо брать силой, я ему не даю сок. Он берет силы, заходит, «Ну что я пить хочу?» Раз, два, с силой подходит, наливается. Не надо. Я наливаю, говорю, «На, возьми». Я даю ему. Он должен что, если сильно жаждет, пьет, принять. Он принимает. То, что дают, то, что дарят, дарует как подарок. Зато не надо драться. Твоё. Тебе подарили, тебе дают. Ты должен только принять. Единственное условие – это покаяться и принести плоды этого покаяния. Потому что он говорил, Иисус, «Если праведность ваша не превзойдет праведности фарисеев, не войдете». Вы не войдете. И заключительный, самый важный стих. Лука, 18 глава, 17 стих. Евангелие от Луки, 18 глава, 17 стих. Там сказаны такие слова. «Говорите слова Иисус, «Истинно говорю вам, кто не примет Царство Божие как дитя, тот не войдет в него». Видите? «Кто не примет Царство Божие как дитя? Почему? Потому что много ли силы у детей? Физической? Много ли мудрости у детей? Нет. Он сравнивал Царство Божие и сравнивал нас, что мы должны умолиться как дети, быть простыми как дети и принять эти дети как дети Царства Божьего». Потому он говорил, если кто не примет, надо ли ребенку драться, чтобы принять, ему дают, это твое наследие, это твое завещание. Если кто не примет, извините, синодальный перевод говорит противоположное тому, что там, говорит, подвергаются насилию. Почему? Потому что есть нечестивые люди, беззаконные люди, которые знают много, но и пытаются войти. подобно тому, как некоторые получают информацию о дерево познания. Дерево, добра, познание добра и зла. Спасибо. Сейчас. Почему? Потому что, да, они вхожи в духовный мир. Гадалки, колдуны, они входят в духовный мир. Они много чего могут знать. Но нам дано знать тайны Царства Божьего. Я бы сказал, даже тайну. Там единственное число в оригинале. Почему? Потому что он знает, что мы принимаем это от дерева жизни. Не от дерева познания добра и зла, а от дерева жизни. Потому что все, что нам необходимо знать, мы имеем. Библию, слащенное Писание. Все, что нам нужно, чтобы нам было открыто, нам откроет это кто? Дух Святой. Поэтому-то, Господь от начала и во Второзаконе и везде однозначно говорил, что это мерзость перед Богом, когда обращаются к колдунам, выражаям, гадателям, предсказателям, экстрасенсам. Помните об этом. И всем говорите. Потому что последнее время на страницах всех журналов, гороскопы, предсказательницы всевозможные, целительницы, прочее, прочее. А это не несет благословений для людей и для того народа, который поставил этих служителей, как их называют, на уровень государственный, которым официально по закону сейчас, по закону, который принято парламентом, назначают даже пенсию колдунам, голодателям, предсказателям, экстрасенсам. Ничего себе. Да. Кошмар. Это не просто кошмар, это ужас. Это, вы понимаете, это все равно, что принять закон, что однополые браки, это нормально. Это же противоречит Писанию. Точно так же назначать пенсию государственную колдунам-ворожаем. Что вы хотели? А Царство Божие и Царство Небесное можно ли рассматривать как одно и то? Можно рассматривать, потому что в разных Евангелиях оно приравнено по значению, смыслом друг к другу. Евангелист Матфей говорит как Царство Небесное, Евангелист Лука говорит как Царство Божье, но смысловое значение Иисус говорил, ребята, Царство Божье видимым образом не придет. Царство Божье внутри вас есть. Поэтому, когда кто-то над тобой и творит беззаконие, Он говорит, вложи меч свой в ножны его, ибо всякие, кто возьмет, все, кто возьмет меч, от меча погибнет. В Гефсиманском саду, он говорит, не ударит ли нам мечом. Один из, Петр, конечно, мы знаем, что один из, там написано в Евангелии от Луки, по-моему, написано просто так, неопределенно. Выхватил меч и ударил пересеченческого раба и отсек ему правое ухо. И имя того раба был Малх. А почему мы даже знаем, что его имя Малх был? Скорее всего, это именно потому, что Малх, будучи исцеленным, увидел чудо в своей жизни. Петр ему отсек ухо, у него не было уха. Естественно, Иисус отреагировал, так как отреагировать мог только Сын Божий. Он взял это ухо, приложил, и он был полностью исцелен. Естественно, Малх. После того, как то, что с ним произошло, все его доктрины были смятены. Тот, кого он пришел арестовывать, его еще исцелил из-за того, что он потерял ухо. Да. Если бы Иисус это не сделал, он бы остался без уха до конца своих дней. Много ли радости от того, что он был рабом пересеченника? И вот такой вот инцидент произошел, когда ходили, брали Иисуса в Гефсиманском саду. Конечно, он был, помнил всю жизнь, но какой бы осадок у него оттенок был по отношению к тому, что произошло и кто был Иисус. Но из-за того, что именно Иисус исцелил его, вся жизнь его изменилась в будущем. Мы знаем его как Малха, и он упоминается в Евангелии, и упоминается не потому, что он был тот, который приходил брать. Да, он был тот, который приходил брать, но, видимо, по всей вероятности, потому, что в последующем, может быть, он стал последователем, учеником, членом общины какой-нибудь. Понимаете? Хотя Евангелие упоминает и первосвеченники Ани, Каиафи, там и других именах. Да, мы знаем, но, скорее всего, скорее всего, я так верю, я так понимаю. Я не сказал, что это доктрина или учение. Это такое мое мнение. Итак, то, что завещал нам Господь, то, что Он говорит нам делать, принять как дети, умолиться как дети, если не станете как дети, то не войдете. И с разных позиций, с позиций Царства Небесного, да, они подвергаются теми, кто их атакует. А этот наблюдатель может сказать, ну, Царство Небесное, Царство Небесное, как бы Царство силой берется. И в то же время, если он подумает о тех, Царство Небесное подвергается вот этими людьми насилию. В зависимости от того, с какой позиции, с точки зрения вы будете все это рассматривать. Но, есть одно но. Как говорит Первый Источник? А Первый Источник говорит, что это пассивный залог. Пассивный, то есть они подвергаются. Вот эти вот силы берут. Хорошо. Давайте теперь с вами поговорим об очень интересном моменте, связанном. Как вы думаете, почему Павел в одном из своих посланий пишет, что он самый большой грешник из всех грешных на Земле? Виктор. Ну да. Я понимаю, что вы имели в виду. Но ведь разве Павел не покаялся и не крестился, когда после того, как Анания возложил на него руку, он встал и принял водное крещение, вступил в завет с Господом и после этого был ревностным служителем Божьим. даже после покаяния, если мы не совершаем тех действий, которые мы совершали до покаяния, Бог не меняет нам эти действия, которые были совершены до покаяния. Он нас простил, Он нас очистил, осветил. И теперь все. Говорить о том, что было, Бог сам говорит, и грехов, которые ты сотворил, я не вспомину более. То есть до покаяния. И тем не менее, Он говорит, что я самый большой грешный и все грешные. Слушай. Что говорит сам текст Священного Писания? Мы знаем о встрече апостола Павла с Господом. И об этой встрече пишется в 9 главе Деяния апостолов. Это 15-16 стихи. Но Господь сказал ему, Павлу, иди, потому что он сосуд мой, вернее, сказал Анании. Когда он посылал Ананию для того, чтобы он исцелил Павла после встречи, после того, как она слеп на дороге в Дамаск. И он говорит Анании, иди, потому что он, то есть Павел, сосуд мой, избранный, чтобы возвещать имя мое пред народами и царями, и сынами Израилевыми. И я покажу ему, сколько ему надлежит пострадать за имя мое. И пошел Ананию. И вошел в дом, возложил на него руки. Сказал. Брат Савл. Видите, обращение интересное. Он для него уже стал братом. Почему? Потому что Господь открыл ему, что он мой сосуд. Если он сосуд Божий, то и отношение Анании было уже к нему как к брату. Поэтому сказал, брат Савл. Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился чем? Кем? Духом святым. Исполнился Духом святым. Все так оно и произошло. Павел прозрел, исполнился Духом святым. Как дальше развивались события? Мы знаем служение Павла. Он все больше и больше становился ревностным для того, чтобы как можно больше людей привести к познанию истины. Что только Господь Иисус есть путь, истинная жизнь. И он проповедовал везде, и иудеям, во всех синагогах, на площадях, и язычникам, всюду. И вот во время своих миссионерских путешествий в 19 главе 21 стих мы читаем 19 глава 21 стих мы читаем это волнение в Ефесе, когда произошло. Вы помните, там был Сереброковач, там была Артемида Ефесская, все эти события, которые происходили с этим вели карты Меда Ефеска, они там кричали два часа. Но 21 стих говорит вот что. Когда же это исполнилось, потому что до этого говорится о том, что Слово Господне возрастало и превозмогало, и распространялось не только по всей Иудее, и в другие все окрестные города, и селения, и области. Когда же это исполнилось, Павел положил в духе, пройдя Македонию и Ахаю и идти в Иерусалим, сказав, после того, как я там побываю, я должен увидеть Рим. Это слова Павла, которые цитирует евангелист Лука, который был вместе рядом с ним. Он записал слова апостола Павла, который говорит, когда же это исполнилось, Павел положил в духе. Обратите внимание. 19 глава, 21 стих. Если открыть, Виктор, подойди сюда, если открыть первоисточник, то мы увидим действительно то, что написано в синодальном переводе. Потому что там слово положил в духе, слово духе написано с маленькой буквы. Правильно? То есть он принял решение внутри себя, в собственном духе, в своем духе, идти куда? В Иерусалим. И первоисточник так и говорит. Павел положил в духе, Павел в духе пневматии. Правильно? И духе написано с маленькой. Но в оригинале слово пневматии тоже с маленькой. Да. Да. Прошедший через Македонию Чезахаи отправится в Иерусалим. Хорошо, Виктор. Спасибо. Будь готов, что я тебя буду приглашать почаще. Но тем не менее будет он похотеть. Мне надо, чтобы он смотрел именно то, что я буду ему показывать. Хотя в 18 главе в Деянии апостолов в стихе 5 и 6 сказано 18 глава, 5 и 6 стих говорится о том, что когда же пришли из Македонии силой Тимофеи, то Павел был побуждаем духом свидетельствовать людей, что Иисус есть Христос. Но так как они противились, излословили, то он, отряхнув свои одежды, сказал им, кровь ваша на головах ваших я чист, отныне иду Иерусалим написано? Нет. Написано к язычникам. Отныне иду к язычникам. Иудеи повсюду, везде, где не проповедовал Павел, они, как правило, противились тому, что свидетельствовал Павел о Сыне Божьем, об Иисусе, что Он есть Мессия. Они этому противились. Поэтому так и записано в 6 слове. Но так как они противились, и злословили, злословили, то Он тряхнув свои одежды, сказал им, кровь ваша на головах ваших. Я чист. Отныне иду к язычникам. Помним об этом. Да. Это было решение как бы Павла. Все. Хватит. Он принял решение. Это еще 18-я глава. Подтверждение этого 21-й глава, 21-й стих. Положил в духе в своем, принял решение, пройдя Македонии, идти в Иерусалим. Я думаю, что в Иерусалиме не много язычников. Там в основном были иудеи. Но Он сказал, положил, принял решение идти в Иерусалим. Обращаемся теперь мы к 20-й главе Диане послал. Где было слово Павла к пресвитерам из Эфеса. 20-я глава. Я буду читать вам с 17-го по 24-й стих. Слово Павла к пресвитерам из Эфеса. Измилия обращать вас публично и по домам. 21-й стих. Свидетельствуя как у Идеям, так и Эленам о покаянии пред Богом и о вере в Господа нашего Иисуса Христа. 22-й стих. Ключевой стих. Ну вот ныне побуждаемый Духом я отправляюсь в Иерусалим, не зная, что там случится со мной. 23-й стих. Разве что Дух Святой по всем гордам свидетельствует. Говорят, что ждут меня узы и скорби. Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью завершить мое поприще и служение, которое получил от Господа Иисуса. Засвидетельствовать Евангелие Благодати Божьей. Итак, подойди, пожалуйста, ко мне. Вы, прочитав стих 22-й, увидели у себя в синодальном переводе, что там написано. И вот ныне сейчас как я не пропустил ничего полезного, но 22-й стих. И вот ныне я по влечению духа, у вас в синодальном переводе написано духа с большой, да, иду в Иерусалим, не знаю, что там встретится со мной, только дух святой уже по всем городам свидетельствует. В оригинале же написано. И теперь вот связанный я духом отправляюсь в Иерусалим. Пожалуйста, в греческом оригинале слово дух пневматий. 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 С какой буквы написано? С маленькой. В греческом нет больших букв. В греческом оригинале нет больших букв. Поэтому, когда евангелист Лука писал вот эти два стиха, он говорит эти вещи за апостола Павла, который говорит «И вот ныне побуждаемый духом я отправляюсь». То есть не Лука отправляется, Лука тоже с ним отправлялся. Но как бы это Павел говорит. Это как бы слова Павла, которые записывает евангелист Лука. И что он записывает? «И вот ныне побуждаемый духом я отправляюсь в Иерусалим». Побуждаемый пневматий. Он говорит «Я положил в духе своем». «Побуждаемый моим духом, не святым духом, побуждаемым духом человеческим, я отправляюсь в Иерусалим, не зная, что там случится. Разве что». Вы помните, я вам говорил, что в те времена, когда апостол Петр, Иоанн, Матфей и другие авторы посланий Нового Завета писали их, то они не делили все свои послания на главы и на стихи. Это был единый текст. И точно так же, когда Лука записывал эти слова, это был единый текст, поэтому он пишет, что о чем пишет. Представьте себе как бы единую строку, где бы написано было. «И вот ныне побуждаемый духом, я отправляюсь в Иерусалим, не зная, что там случится со мной, разве что дух святой по всем городам свидетельствует, говорит, что ждут меня узы и скорби». Ага. Павел говорит, как бы от себя Лука записывает эти слова, что да, я положил в своем духе, здесь он говорит, что я побуждаемый духом иду в Иерусалим, моим духом человеческим, но дух святой говорит и свидетельствует по всем городам и предупреждает, что там не ждут, что ждут узы и скорби. Если даже мы откроем к примеру перевод Дэвида Стерна, это Еврейский Новозавет, подойди, пожалуйста, Виктор, сюда, и мы давай прочитаем вместе с тобой, здесь написано деятельность, то есть деяние, 20 стих, 22, 23 стихи, 22, 20 стих, нет, вот, читаем. А теперь понуждаемый дух. Да, понуждаемый. Понуждаемый. Ну, у меня побуждаемый, здесь понуждаемый, не важно. Важно то, что... Я иду верушалаем. Духом с какой? С маленькой. Дальше. Я иду верушалаем, не знаю, что ждет меня там, ведь в каждом городе Руаха Кодыш неизменно предупреждает меня о предстоящем заточении и преследованиях. То есть, то есть, Дэвид Стерн в своем переводе пишет, что Дух Святой предупреждает его о предстоящем заточении. Ну, я побуждаемый моим духом, понуждаемый даже, моим духом, духом с маленькой, да, связанный. Дух Святой никого никогда не связывает, вы помните это. Он джентльмен, он не насильник. Да, он говорит, он открывает, дает знания, дает глубину, потому что Новый Завет говорит, он всему вас наставит, всего вам научит, он утешитель, утешитель. Он не насильник, который связывает по рукам и ногам. Он не насильник. Он не насильник. Мы говорим о Духе Святом. Я не говорю об Ионе, о Ветхом Завете сейчас. Мы сейчас рассмотрим... Виктор, давай сейчас не будем говорить про Иону. Мы сейчас рассматриваем случай относительно деяния апостолов и Павла, где конкретно написано, что он... Это они дали такой перевод интерпретацию связанной. Хотя это слово не переводится однозначно и только так, как слово связанной. Оно имеет много других значений. Их выбор пал на слово связанной. Точно так же, как я говорил, что они могут написать прорычал. Но это вовсе не значит, что он это сделал. Понимаете? Подавать какое-то одно из значений слов это не значит, что говорит, что они претендуют на истину, в единственном варианте. Мы сейчас с вами исследуем Писание, разбираем Писание, из которого мы сами видим. Ага, действительно, в оригинале написано пневмати с маленькой буквы и говорится сразу две мысли о том, что он был побуждаемый Духом, но Дух Святой, понимаете? Зачем же надо было тогда апостол, евангелисту Луке тут же говорить о Духе Святом? Потому что он показал, сделал и показал, и записал противопоставление. Вот и его решение он положил в Духе идти в Иерусалим. Причем это указывает он уже дважды. Сначала в 18 главе, потом в 19 главе, теперь в 20 главе говорит, и в 20 главе он уже более открыто говорит, побуждаемый Духом, разве что Дух Святой свидетельствует по всем городам, что ждут его там узы и скорби. Ну и тут же он говорит интересную фразу. Павел говорит, что он не дорожит своей целью. Я не дорожу своей, то есть, я прошу прощения, неправильно поразнес слово, жизнью. Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью завершить мое поприще и служение, которое я получил от Господа. Он говорит, что он не дорожит своей жизнью. Хотя за его, за мою, за вашу жизнь Иисус заплатил дорогую цену. И мы уже, как написано, не свои. Мы не имеем права распоряжаться своей жизнью так, как мы считаем нужным, если мы являемся его достоянием. Как и написано в 1 послании Петра, 2 глава, 9 стих. Но вы, род избранный, царская священность, народ святой, люди достояния. Там нет такого взятого в удел. Ну, это синодальный перевод. Народ святой, люди достояния, чтобы возвещать совершенство того, кто призвал вас из тьмы в чудный свой свет. Причем греческое слово перепоесис это спасение, предбоня, властность, надбоня, то еще кто-нибудь сдобув, то есть приобрел, еще неподдельно належит ему на правах особистой властности. То есть, люди достояния это те, которые были спасены, приобретены, которые являются собственностью кого-то, которые приобрел и те, кто являются, принадлежат ему на правах личной собственности. Это не обязательно одухотворенное. Это, может быть, и вещи какие-то, что недушевленное. Но тут речь идет о нас, что мы являемся его достоянием, мы являемся его собственностью, как бы. Понимаете? Он заплатил нас дорогую цену, он приобрел нас себе для Царства Божьего, приобрел. Мы искуплены дорогой ценою. Мы уже не говорим «Это моя жизнь, что хочу с нею делать». Если я говорю, что, мол, я уже не принадлежу себе, Господь, я Господний, Он мой Господин, Он распоряжается мною, то решать вопрос «Что с моей жизнью делать?» не принадлежит мне. Потому что Писание говорит «Для меня жить…» Глагол здесь не существительное, а глагол. И оригинал говорит «Для меня жить Христос и умереть приобретение». Там не смерть, приобретение. Смерть не может быть приобретением. Это неправильный перевод. Обратитесь к оригиналу, увидите, что там два глагола. «Для меня жить Христос и умереть приобретение». Я однажды слышал пробу одного очень помазанного правоедника, где он раскрывал смысловое значение этих двух слов. Что значит «жить Христос» и «умереть при обретении». Потому что ему открыто, открыты тайны, которые записаны в Евангелии. Если кому-то что-то не открыто и не понимает, и он переводит так, как он видит это со своей позиции, то это вовсе не значит, что это правильно. Если об этом писал именно так Павел, и использовал, он был грамотный человек, в совершенстве знал греческий язык, абсолютно в совершенстве, это был как бы его родной язык тоже, потому что он житель Болтарса. Что произошло? Что он записал именно так, как он считал нужным записать. Потому что смысловое значение, которое укладывал Павел, он понимал, что именно что он имел в виду. Хорошо. Давайте дальше. Еще один момент. После встречи Павла с пресвитером из Ефеса, они отплыли в Сирию и пристали в Тире. Деяние апостолов, 21 глава, 3 стих. 21 глава, 3 стих. И мы там читаем. 21-3. И найдя корабль, идущий в Финикию, поднявшись от Плели. Когда же показался Кипр, оставив его слева, мы поплели в Сирию и пристали в Тире, ибо там кораблю надо было выгружать товар. И 4 стих. И найдя учеников, видите, кого они нашли? Не пошли в гостиницу, не сняли номер, найдя учеников, то есть своих поверья, своих братьев, найдя учеников, мы пробыли там 7 дней. 21 глава, 3 стих. Мы пробыли там 7 дней. Они по откровению Духа говорили Павлу не ходить в Иерусалим. Зачем евангелист Лука пишет о том, что они там пробыли? 7 дней. А разница в том, что мы помним, что в Ветхом Завете Иисус Навин, было по велению от Всевышнего, обойти Иерихон сколько раз? Сколько? Неправильно. Неправильно. Я хочу, чтобы вы всегда очень внимательно читали Библию. Нет, и не 8 раз. Каждый день в течение 6 дней по разу, а в последний день 7 раз. Аминь, Виктор. Слава Богу. Достоин похвалы. Потому что Бог заповедал. Каждые первые 6 дней, однажды, единожды обходите Иерихон, а последний 7 день 7 раз. 6 и 7, 13. Ну сколько дней не обходили Иерихон? 7 дней. Что такое число 7? Это, как говорится, полнота. Могли они в течение первых 6 дней покаяться? Первый день, за второй день, третий? Нет. Они только наблюдали. Мы же так укреплены. У нас же такое царство классное. Нас никто не возьмет. Там действительно были неприступные стены. Вы это знаете. Шестиметровой ширины стены. Две колесницы могли проехать. В этих стенах были квартиры, помещения для жилья. И они надеялись на укрепление, что их никто не возьмет. Но для Бога нет ничего невозможного. Число 7 – число совершенное. Он давал им возможность покаяться, чинить всего этого времени. Но они так этого не сделали. Семь дней они пробыли с учениками. И в этих течениях 7 дней ученики получили откровение. Они по откровению Духа говорили Павлу не ходить в Иерусалим. Что говорит оригинал? Подойди, пожалуйста, сюда. Виктор. Это 21 глава, 4 стих. Нашедшие же. Нашедшие же учеников мы остались тут дней 7. Тех, которые Павлу говорили через Духа не восходить в Иерусалим. Да, здесь действительно говорить через Духа, не через свое, естественно, а через откровение Духа говорили они. Они получают откровение. И через Духа Святого они говорят по откровению, говорят, не ходить в Иерусалим. Ученики, написано ученики, они нашли учеников. Ученики апостола Павла предупреждали его не ходить в Иерусалим. И предупреждали по откровению Духа Святого. не ходить в русале но мы знаем что дальше произошло что в 21 стих открывает 21 главу отказ открываем 7 9 стих 7 стих 21 мы же совершил плавание и стира уже прибыли в то ли маиду и поприветствовал братьев пробыли с ними один день а на следующий день павел и мы находились находившись с ним отправившись пришли к саре и войдя в дом филиппа благовестника одного из семи остались у него и тут интересно есть момент всего одно единственное предложение которое записывает евангелист лука не просто так это просто не мне просто непростая констатация факта здесь записано и задумайтесь сами зачем лука сообщает нам такую деталь такую информацию где написано у него были дочери 4 девицы пророчествующие у него были четыре дочери у меня были дочери 4 девицы пророчествующие пророчествующие речь идет о том что мы конечно за этот урок не успеем но ничего речь идет о том что указано что они были не просто замужние они были девицы указано не том что они были просто дочерями они еще были все четыре пророчествующими и все больше ничего не сказано они вошли его в дом в дома Филиппа Благовестника, благочестивого мужа Божьего, у него благочестивые дочери. Лукато констатирует как факт. Но зачем? А за тем, что там они оставались в этом доме, имели общение с девицами, естественно, они же не прятались по углам там где-то. Они же сёстры, имеющие этот дар. И написано, между тем, как пребывали мы там немало дней, Павел даже не пишет семь дней, они там пребывали немало дней. Он даже уже не считал, сколько дней они бывали в доме Филиппа Благовестника. Между тем, как пребывали мы там немало дней, эти сёстры, благословенные, имеющие дар, не служили этим даром. Ни для Павла, ни для его товарищей, которые вместе с ним пришли. Почему? Да потому что ж Павел пришёл. Апостол Павел, не просто так. Это известный человек, не только в Иерусалиме, во всём том мире, христианском, будем так говорить, потому что после того, как он учил их в школе, они впервые стали называться христианами. Мы помним. Это всё было до этого. В том духовном мире Павел был хорошо известен, потому что даже некий Скева, помните, говорит, Иисуса знаю и Павла знаю. Духовный мир хорошо Павла знал. И они, Павел пришёл в дом, ему-то пророчествовать, ему-то что-то говорить, промолчали. Четыре человека, имеющие дар пророческий, промолчали. Господу было это угодно? Не было угодно. И чего это мы увидим? Из того, что они промолчали, это Богу не было угодно. Да из того, что, говорит, если вы промолчите, как говорил Мардахей, кому? Есфири. Да. Придётся, это в Есфири, я говорю, Мардахей, говорил своей племяннице, то спасение, избавление придёт из другого места. Ну, может быть, ты рождена специально на это время. Может быть, специально на то время Бог поместил Павла ещё раз в дом Филиппа Благовестника, где бы эти четыре дочери, все пророчествия, могли все по очереди сказать то, что им открыто Духом Святым. Пророчествующий, не просто так. Но они промолчали. Богу это не устраивало. И поэтому присылает кого? Агава. Пришёл из Иудеи некий пророк по имени Агав. Не просто пришёл муж пророчествующий, уже пришёл пророк. Подобно тому, как Илья был пророком, Елисей был пророком. Понимаете? Это уже сосуд, как мы говорим в Ефесянах, в Ефесянах. 4.11. Который призван быть кем? Пророком. У него служение пророка. Потому что есть мотивационные дары, там могут пророчествовать. Все вы можете пророчествовать, Павел говорил, да? Дары Духа Святого в первом послании Каримфина тоже может быть дар пророчествовать. Но это было призвание Агава быть пророком и говорить то, что Господь повелевал ему говорить. Вот он приходит туда, и когда вошёл, произошли очень интересные события, важные события. То, что говорил он, не просто так говорил, не просто обращался к Павлу, он говорил о том, что тот муж, кому принадлежит этот ремень, его так свяжут в Иерусалиме и предадут. Ну, давайте сделаем перерыв и продолжим эту тему, чтобы мы могли развивать её дальше.